Воды в Тюменцево не стало 15 августа. Вообще за права жителей села общественники борются почти два месяца с момента обрушения водонапорной башни. Полиция Бруса с ссылкой на гражданский патруль сообщает, что водоснабжения отсутствует у большей части сельчан. В числе пострадавших жители таких улиц, как Луговая, Столбовая, Озерная и другие. К сожалению, в местной администрации проблему не решают. Общественники уже повторно обратились в Краевую прокуратуру, так как после первого обращения ведомство провело проверку и нарушений не обнаружило. Три новых фонаря похитили неизвестные с обновленного уголка на пересечении Павловского тракта и улицы Советской армии в Барнауле. Его обустроили лишь месяц назад, а сегодня ночью хулиганы открутили фонари и унесли их, пишут журналисты Комсомольской правды Барнаул. Администрация железнодорожного района обратилась в полицию. Тех, кто вдруг оказался свидетелем гражи, просят обратиться по телефону 62 56 95 или 02. Родственников уроженцев Алтайского края, погибших в концлагере «Дулак-100», разыскивают координаторы проекта «Непокоренные». Корреспонденты издания «Аргументы и факты Алтая» сообщают, что концлагерь располагался в городе Порхове Псковской области. Погибших узников хоронили на русском кладбище у Восточной казармы. Их список публикуют на страницах издания. Здесь же указаны контакты координатора проекта «Непокоренные» Натальи Никифоровой. Татьяна Голубева. Наши новости.